Пересмотрим. Итак, наша сегодняшняя тема – библиографические ссылки на электронные ресурсы сетевого распространения. Такой завершающий аккорд в нашей трилогии по ссылкам. И сразу давайте вспомним немножечко, каким основополагающим документом мы с вами руководствуемся, когда говорим о ссылках. На электронные ресурсы документ у нас один, как и на все остальные ссылки ГОСТ Р705-2008, или по-простому ГОСТ-2008, библиографическая ссылка, общие требования и правила составления. Вот это наш базовый документ. Базовый документ для оформления всех ссылок, в том числе и на электронные ресурсы, как локальные, так и сетевого распространения. Конечно, в ГОСТе большое внимание уделяется ресурсам локальным, CD, даже там, по-моему, были флеши, что еще, CD, ROM, дискеты, вот вспоминала слово, уже забыли даже, когда мы ими пользовались, но тем не менее. Но мы сегодня будем говорить о сетевом распространении, так как это то, с чем мы чаще всего и имеем дело. И немножко я в ходе вебинара поинтрибую, потом раскрою секрет про сетевое распространение. Ну, секрет для тех, кто не знает, наверное, кто в курсе уже понимает, что этим ГОСТом мы будем пользоваться и пользуемся пока. Поэтому то, что мы сегодня будем с вами разбирать на вебинаре, это то, что действует и можно применять, от чего можно отталкиваться, на что можно ориентироваться пока. Что? Ну, пока ГОСТ действует, пожалуй, мы с ним и будем разбираться и основываться в основном на нем. Но не только. Вот начинаю уже интриговать. И что является объектом ссылки? В ГОСТе определяется, про объекты ссылки мы говорили, а сейчас отдельный пункт там посвящен и объектам составления библиографической ссылки на электронные ресурсы. Это пункт 10.1. Электронный ресурс локально удаленного доступа. И указывается, что ссылки составляются как на ресурс в целом. Идет перечисление. Это могут быть электронный документ, база данных, портал, сайт, веб-страницы, форумы, ну и так далее. Так и на составные части электронных ресурсов. Разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и другое. То есть мы ссылку даем как на ресурс в целом, так и на составную часть. На составную часть мы чаще всего даем, если это, например, статья из электронного журнала, либо какая-то глава, параграф, либо это страница. И вот здесь, может быть, стоит немножко остановиться и посмотреть, вот какой момент. И там, и там звучат электронные ресурсы, в электронных ресурсах и целиком из составной части, и там, и там присутствуют веб-страницы. Вот как рассматривать тогда веб-страницу, как на нее давать ссылку? Она указана в гости и как ресурс в целом, и как составная часть. Очень внимательно смотреть на сам источник, которым мы пользуемся, откуда мы берем информацию. Чаще всего мы имеем дело с веб-страницами как составной частью электронного ресурса, сайта или портала. Ну вот, например, Библиоклаб. Открываем сайт, смотрим, открываем страницу, даже по прямой ссылке мы можем перейти, открываем страницу, там страница издательства, условия сотрудничества, все для автора. Или открываем другую страницу. Конкурсы, электронно-библиотечная система, университетская библиотека онлайн. Как давать ссылку на эту страницу? Как на отдельную веб-страницу? Мы же ее открыли сразу, вот раз, и веб-страница. Либо как на составную часть ресурса. Конечно, как на составную часть ресурса. Это отдельные страницы, но они объединены в единый сайт. То же самое с порталами. Есть логотип. И понятно, что это один сайт, который состоит из множества страниц. В этом случае мы будем давать ссылку как на составную часть электронного ресурса. А вот если раньше были распространены, например, сайты-визитки, где есть только одна страница, и все. Вот тогда мы будем давать на нее ссылку как на целый ресурс, как на ресурс в целом, электронный ресурс. Поэтому вот на этот момент обращайте, пожалуйста, внимание. И то же самое с форумами. Форум может быть существовать отдельно, как отдельный сайт. А может быть, например, учебный форум в рамках какого-то курса. Вот как его тогда рассматривать? Как отдельный ресурс в целом? Или все-таки как составная часть электронного курса? Вот скорее как составная часть электронного курса. С форумами я тоже вам пример не просто так привожу. Вот это то, что скоро, очень скоро, надеюсь, получит свои правила и свою градацию. Что где? Где у нас составная часть? Что считать составной частью? Что считать электронным ресурсом полностью? Но пока обращайте внимание вот на эти вещи. И пункт 10.2 в том же ГОСТе устанавливает правила, по которым мы составляем ссылки на электронные ресурсы. И там написано, что ссылки на электронные ресурсы составляются по правилам, изложенным в разделах 4.9. То есть то, что мы с вами на предыдущих вебинарах разбирали, конечно, не все многообразие, но постарались охватить по максимуму в части затекстовых подстрочных ссылок. Вот это все распространяется и на ссылки на электронные ресурсы. Заголовок, основное заглавие, это составная часть ресурса или это ресурс в целиком, как описывать данные идентифицирующего документа. Вот это все, оно здесь у нас тоже применяется. Но есть маленькая ремарка. С учетом некоторых особенностей, вот эти особенности и составляют основу для внимательного изучения и обращения на это внимание. Так, коллеги, смотрю вопрос. Елена Филиппова. Презентация не скачивается. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, в чате, кто-нибудь попробовал, скачивается ли презентация? Немножко, немножко отвлечемся. И кто попробовал скачать, напишите мне, пожалуйста, скачалась ли презентация, скачивается, да? Ага, спасибо, спасибо, все, спасибо. Просто понятие, это системная ошибка или это просто трудность у одного участника? Скачалась пустая? Ага, коллеги, тогда я еще раз попробую перезагрузить презентацию уже. Ага, пустая, интересно, что у нас так получается. Ладно, тогда в конце встречи с презентацией разберемся. Если вдруг пустая, не переживайте, без презентации я вас не оставлю. Просто отвлекаться не будем. Ага, все есть. Ага, ну вот у кого были проблемы, я тогда сделаю, почему-то он... Так, у кого-то все есть, у кого-то пустая. Окей, хорошо, тогда мы в конце разберемся. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Если чего-то... Ага, если что-то не получилось, вот что-то нас компьютер подвел с конвертацией. Давайте я вам попробую сделать вот так. Открою вот эту презентацию для скачивания. Эх, ладно, забирайте. Тогда вот эту мы закроем, а вот эту я вам открою. Попробуйте еще раз скачать и посмотрите, должно получиться нормально. А мы идем дальше. Какие особенности нам следует учитывать, когда мы составляем ссылки? Ссылки. Мы не про описания, мы сегодня про ссылки. Ссылки на электронные ресурсы. Ну, во-первых, общее обозначение материала, от которого мы уже ушли в библиографических описаниях, в ГОСТе 2018. Помните, квадраты и скобочки, текст, электронный ресурс, ноты и так далее. Вот в библиографических описаниях мы от этого ушли, но в ссылках в ГОСТе 2008 пока еще это осталось. Да, общее обозначение материала еще живо. По отношению к электронным ресурсам. Поэтому вот это в квадратных скобочках электронный ресурс указываем обязательно в том случае, если ссылки на электронные ресурсы включены в массив ссылок, которые содержат сведения о документах различного вида и их большинство. То в ссылках, как правило, в ссылках указывают общее обозначение материала для электронных ресурсов. Особенно если мы говорим о списке, о затекстовых ссылках. Вот там, где мы их оформляем, вот там мы это указываем. Ну и также можно для подстрочных тоже указывать, что это электронный ресурс. Иногда их опускают, но если это массив ссылок достаточно большой, особенно это касается затекстовых, то указание, общее обозначение материала указываем. Опять же, пока. Пока указываем. Куда мы его вставляем? Так, увидела вопрос Ирины Бичаевой. Как в поиске найти все ваши вебинары? Скажу. Напомните мне, пожалуйста, еще тоже в конце, постараюсь не забыть. Расскажу, как найти. Вот, например, пример. На слайде у нас статья трех авторов из электронного журнала, электронной библиотеки. И обозначение материала... Материала... Господи, уже начинаю забывать, как называется. Общее обозначение материала ставится после заглавия через пробел. Квадратные скобки. Пишем электронный ресурс. Еще раз пробел. С двух сторон отделяем пробелами. Так, квадратные скобки в этом случае играют роль знака предписанной пунктуации библиографического. Перед двумя косыми чертами. После заглавия. А остальные правила у нас остались те же самые. Это ссылка. Поэтому мы трех авторов пишем в заголовок. В сведениях об ответственности за косую черту и в этом случае в ссылках авторы не повторяются, указанные в заголовке. Сведения об ответственности за косую черту указываются в том случае, если у нас идет описание под заглавием или же у нас четыре и более авторов. Вот тогда мы после электронный ресурс перед двумя косыми чертами сначала через пробел ставим одну косую черту, пишем, например, автор паренов СИ и другие наших пять-шесть авторов. И потом уже через пробел ставим две косые черты и даем сведения об идентифицирующем документе. В принципе, структура остается та же самая. Сначала мы приводим... Здесь у нас на описании ссылка приведена на составную часть ресурса, то есть на статью. Поэтому первая часть – это про сам источник, про саму статью, а за двумя косыми чертами мы приводим, как и раньше мы это делали, сведения об идентифицирующем документе. Электронные библиотеки 2003, том 6, выпуск такой-то. Но обратите внимание, мы не пишем здесь страницы. Вот здесь мы их не написали. Почему? А потому что это журнал, который может не иметь, например, печатной версии. Дальше я вам тоже такой пример покажу. Там он у нас будет. Поэтому были вопросы у нас как-то на вебинарах в чате. Задавали очень часто. А что делать? А как? А вот если там PDF-файл, а страница не указана? Да вот так вот и делаем. Вот так вот и делаем. Не указан, значит, не указываем. Пишем сразу URL, адресную строку и обязательно дата обращения. Ну и дальше вот здесь у нас тоже второй пример. Тоже вот мы видим электронный ресурс. Но дальше у нас идут сведения, относящиеся к заглавию. В квадратных скобках мы их привели, что это курс дистанционного обучения. Но это мы от себя уже добавили, чтобы было понятно, о чем идет речь. Потому что если мы оставим просто заглавие, школа проектного мышления, электронный ресурс, а что это? Это статья, это книга, это вообще что? Это сайт. Поэтому иногда вот так вот приходится в сведениях, относящихся к заглавию, ну, некоторое пояснение дел, чтобы было понятно, да, что это такое. При указании фамилии Дмитрий Калинин спрашивает инициалы через точку без пробелов. Ага, в ГОСТ электронный ресурс. Наталья Тишина, в ГОСТ 18 электронный ресурс в квадратных скобках не пишется никак. Это по ГОСТу 2003 было. А в 18-м, посмотрите, мы как-то очень подробно разбирали на одном из вебинаров эту тему. Ушло у нас общее обозначение материала вот туда, в самый конец, девятой областью, да, там значительно претерпели изменения, поэтому там мы это не пишем. А вот в ссылках пока еще пишем. Но, скорее всего, может быть, и не будем. Но пока это есть, тогда будем писать. Дмитрий Калинин. При указании фамилии инициалы пишется через точку без пробелов. Значит, смотрите, какая интересная история. Пока пишется через точку без пробелов. Не знаю, с чем это связано. Вот в ГОСТе 2018 в описаниях мы пишем через пробел. Пробел ставим между инициалами. А в ГОСТе 2008 почему-то оно пишется без пробелов. Пока. Вообще в этой истории много будет еще вопросов в недалеком будущем, потому что по новым правилам, так раскрываю уже карты, да, там то с пробелом, то без пробела. То есть пока по ГОСТу 2008, действительно, у нас на прошлом вебинаре тоже такой вопрос возникал. Внимательно еще раз посмотрела. Да, там пишут без пробелов. Ну, наверное, все-таки к пробелам все-таки придут. Людмила Шустава во втором примере перед Москвой. Людмила Шустава стала пустой. Не волнуйтесь, коллеги, без презентации я вас не оставлю. Если вдруг она опустела, все заменим. После вебинара я вам ссылку дам, можно будет оттуда скачать. Ну и потом я ее выложу на сайте, вам ссылку тоже дам. И там можно будет ее смотреть. Только это сделаю чуть-чуть попозже. Дмитрий Калинин, нет, тире ставить не надо. Почему? Смотрите предыдущие вебинары по поводу знаков, предписанных пунктуацией, точек и тире. В ссылках мы тире не ставим. Пока не ставим. Еще одна особенность, которую нам следует помнить. В примечаниях мы приводим сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Согласно пункту 10.4 нашего же ГОСТа. Потому что в ссылках тире опускаем. Так подсказывают, да, Ольга Веселова. В ссылках тире допускается опускать, но их стараются опускать. Так вот, сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. В первую очередь это касалось, конечно же, локальных ресурсов. Ну и для электронных мы это делаем тоже. Ну, например, как вот здесь. У нас указаны системные требования. В примере PowerPoint, доступ по подписке. Это же немножко другое. Но вот то, что касается системных требований. Когда мы это делаем. В области примечаний мы приводим не вот эти сведения. Приводим в следующей последовательности. Вот ее я вам на слайд тоже вывожу. Сначала системные требования. Потом идут, если есть, сведения об ограничении доступности. Дата обновления документа или его части. Электронный адрес и дата обращения к документу. Ну, вот в примере у нас выделено. Для того, чтобы познакомиться с этим, с содержанием этого ресурса, нам необходимо системные требования PowerPoint. То есть имеется в виду, что без этой программы, если она у нас не установлена, то мы посмотреть эту презентацию не сможем. Значит, как, когда и в каких случаях нужно приводить системные требования обязательно, когда это можно опустить. Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа к документу требуется специальное программное обеспечение. То есть без PowerPoint мы эту презентацию не увидим. Но если я ее выложу, например, на сайте, или как сейчас я ее вам показываю, вам же не нужно какое-то специальное программное обеспечение устанавливать себе, тот же PowerPoint, вы ее прекрасно видите и смотрите. Потом в записи будем пересматривать, нам это не нужно. А иногда мы выкладываем, например, презентацию на сайт, и чтобы ее посмотреть, она загружается у нас, сначала скачивается на компьютер, а потом открывается, вот эта заставочка пошла, PowerPoint, или заставочка идет, там, Word, Excel. Значит, нам требуется вот это программное обеспечение. Тогда его нужно указать, что требуется для того, чтобы открыть доступ. Что называется ограниченность доступности? Ага, Ирина Бичаевна, нормально, спрашивайте. Ничего страшного. Ограниченность доступности. Вот про это я сейчас вам чуть-чуть попозже расскажу. Следующим слайдом. Поясню. Про обновление и пересмотр сетевого документа. Вот еще давайте. Про сведения об ограничении доступности чуть попозже. Дата обновления документа или его части. Обратите внимание, что этот пункт скоро нам очень скоро может потребоваться, потому что он, скорее всего, будет использоваться при составлении ссылок уже по новым правилам. Но даже в ГОСИ 2008 такое правило есть. Пункт 10, 4, 3. При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого документа, то их в ссылке указывают со словами дата обновления или дата пересмотра и приводят день, месяц и год. Ну, похоже, как дата обращения к документу, да? День, месяц, год. Устанавливаются эти данные по экранной титульной странице электронного ресурса. Если это невозможно сделать, то указывают самые ранние или и самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить. И потом, как обычно, электронный адрес и дата обращения к документу. Про ограничение доступности. Так, ну вот, дата обновления, вот так, например, указывается, да? День, месяц, год. И дальше пошел через, дальше у нас пошел URL, указан на адрес и дату обращения. Ограничение доступности. Так, Дмитрий Калинин спрашивает. Есть ли используемая АБИС при создании описания на сетевой ресурс? А, нет, смотрите, создание описания или ссылку. Мы говорим про ссылку, это разные вещи. Указывать знаки припинания по своему усмотрению. Нет, тогда надо просто отформатировать. Естественно, может по-разному быть, поэтому просто потом смотрите и немножко подкорректировать придется. По старому ГОСТу перед городом. Это для описания, Дмитрий. Вот вы сами пишите, при создании описания на сетевой ресурс, да, там будет точка тире. Но если мы указываем ссылку, то там точки тире не будет. Иногда в электронных библиотеках, когда ими пользуетесь, и мы скачиваем, да, либо другими ресурсами, и там указано для цитирования, да, библиографическое описание. Если написано библиографическое описание, это про ГОС-2003 или 2018. Или как нужно цитировать данный источник. Иногда приводит библиографическое описание. Просто смотрите сразу. В ссылках будет просто точка, там будет точка тире. Вот по этому признаку можно отличить у нас библиографическое описание или ссылка. Это вот на самый первый беглый взгляд, да. Но еще много есть элементов, которые в ссылку не входят. А в библиографическом описании мы их указываем. Да. Про консультант чуть-чуть попозже у нас будет. Пока про ограничение доступности. Когда нам важно этот момент учитывать? В ГОСТе есть такой пункт 10.4.2, по-моему. Примечения об ограничении доступности мы приводим в ссылках на документы из локальных сетей, полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется либо на платной основе, либо на договорной основе, или по подписке. Например, те же самые гаранты, консультант Плюнцы, кодексы Эпска и еще ряд других там, ProQuest, Integrum и другие. Поэтому в этом случае мы и приводим вот этот пункт в примечении и указываем ограничение доступности. Например, как в нашем примере. Кстати, у нас такой вопрос тоже как-то был на вебинаре. А что делать, если у меня из консультант Плюс, но не онлайн, версия документ цитируется, а вот мы его купили и установили, то есть локальная сеть. А вот как там указывать URL? А никак не указывать URL. Указывать вот ровно так. Указывать ограничение доступности. Ну, например, вот здесь у нас статья. Авторский материал. Ну, документ опубликован не был. А мы помним, что мы ссылки можем делать как на опубликованные, так и на неопубликованные документы на различных носителях. И дальше мы пишем ограничение доступности. Доступ из СПС Консультант Плюс. Все. Все, в принципе, идентифицирующие данные у вас уже есть для того, чтобы этот документ найти. И мы понимаем, что у нас вот уже есть все необходимые сведения для того, чтобы этот документ найти. Но если вы что-то, так сказать, вот таким образом из локальной сети даете ссылку на какой-то документ, проверьте, а нет ли его в онлайновой версии. Ну, просто через любой браузер зайдите, введите в поисковик, ну, выйдите на этот ресурс, там тот же Консультант Плюс, Гарант. Вот есть материалы, которые выложены, скажем так, в открытый доступ, да, по регистрации, без регистрации даже можно посмотреть некоторые документы. Поэтому просто зайдите, наберите этот документ и посмотрите, есть он там в онлайновой версии или нет. Если нет, то пишем вот так вот, как у нас, неопубликованные документы и доступ из такой-то сети. То же самое, если у нас, например, размещены на интернетовском портале, то есть внутренняя сеть, компания, размещены какие-то положения, приказы и так далее, и мы на регламентирующие документы, и мы на них ссылаемся там в какой-то работе, ну, естественно, с разрешения руководства, цитируем или упоминаем, то тогда в ограничении доступности мы вот точно так же это прописываем, но мы их ими можем пользоваться. Там мы просто указываем, что вот они находятся в такой-то базе. Ну, а касательно вот таких наиболее распространенных случаев, в ГОСТе прям вот есть отдельный такой пункт. Напоминаю, 10.4.2, можно его посмотреть. Еще про область примечания. Ну, дальше у нас вроде бы попроще, вроде все понятно. Электронный адрес ресурса указываем в сети интернет, плюс дата обращения. Это обязательные элементы, которые, вот эти элементы являются обязательными. Вот то, что мы из библиографических описаний берем, да, есть обязательный элемент, есть условно обязательный, есть факультативный, необязательный. Вот область примечания относится, часть элементов к условно обязательным, а электронный адрес и дата обращения электронного ресурса, они являются обязательными. Это же переносится и на ссылки. Для электронных ресурсов удаленного доступа приводим примечание о режиме доступа, в котором вместо слов «режим доступа» теперь применяется URL. В принципе, это же в ГОСТе 2018 тоже произошло. Раньше мы писали «режим доступа», теперь мы там и там пишем URL. Поэтому здесь попроще. Информация о протоколе доступа к сетевому ресурсу, электронный адрес приводится в формате унифицированного указателя ресурса. Что такое информация о протоколе доступа? Вот видите, у нас адрес начинается HTTP, а может быть написано, например, FTP. Не заморачиваемся, не углубляемся, просто как написано в адресной строке, вот ровно так и помещаем мы в свою ссылку. Слова даты обращения ни в коем случае, слова даты обращения, ссылки не опускаем, так же, как и в описании. Лучше все-таки указывать их и в ссылках в том числе. Наталья Тишина, если в ссылке не убрать тире, это будет неправильно. А вот вы знаете, здесь вопрос в ГОСТе по поводу убирания тире. Это не строгое правило, прям в обязательном порядке всем заменить тире на точку. Допускается. Но так уж повелось, традиция такова, что везде в ссылках мы опускаем. Смотрите внимательно свои методические рекомендации. У вас может быть, например, примеры, образцы и требования в методических рекомендациях, например, вашего учебного заведения. Мы оставляем тире. Иногда это делают, чтобы список, который мы в конце пишем, ссылки, там ставим, тут не ставим. Под конец работы и у дипломников, и у студентов, пишущих курсовые работы, особенно у научных руководителей, уже начинается замыливание глаза. Где ставим, чего ставим, чего не ставим. А мы же все в последний момент оформляем, конечно же. Поэтому в некоторых организациях оставляем. Поэтому, ну, вот традиционно сложилось, что все-таки заменяется. А, нет, 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 слова даты обращения пишем. Слова даты обращения пишем. Ольга, ничего не убираем. Не надо убирать. Электронный адрес приводит в формате вот такого унифицированного указателя ресурса. И после электронного адреса в круглых скобках приводит сведения о дате обращения к электронному ресурсу. Обязательно слова дата обращения, число, месяц и год. Почему? У нас есть еще такая вещь, когда мы можем дату обращения заменить без круглых скобок. Если мы говорим об электронных публикациях, в электронных изданиях, на дату публикации. Поэтому, если мы напишем просто дату, непонятно, это дата обращения или дата публикации. А это разные вещи. Дата публикации – это когда статья была опубликована. А дата обращения – это когда я к ней обращался, заходил. Поэтому с датой обращения, кстати, тоже, да, иногда шульмуем, бывает. Ставим чуть подальше или чуть поближе от реальной даты, когда мы обращались к этому источнику. Ну, не гоже, если в последний день сдачи курсовой работы у нас все электронные ресурсы будет дата обращения сегодняшняя ночь. Некрасиво как-то. Поэтому, ну, вот здесь очень осторожно, потому что если мы поставим, например, свежую дату обращения, а смотрели мы этот ресурс, и не дай бог мы просто его скопировали из чужой работы, а там стояло три года назад, ну, не поленитесь, проверьте, перейдите по этой ссылке. Может случиться так, что этого ресурса вообще нет. Либо на этой странице располагается абсолютно другой ресурс. И тогда и при проверке у вас возникнут вопросы и проблемы. И у ваших научных руководителей, рецензентов, либо редакторов, если мы сдаем публикацию в научные издания, тоже возникнут вопросы, а это как? Вы смотрели ее три дня назад, а переходим по ссылке, а там же год как сайт не существует. Или ошибка доступа, которая висит уже четыре месяца. Это как-то вы вчера умудрились увидеть. Поэтому с этим очень осторожно перепроверяйте. Допустимо ли в описании приводить сначала URL, а потом режим доступа? Не в описании, Елена, в ссылке. Можно, если мы указываем режим доступа, но там у нас пишутся слова, да? Доступ откуда? Либо требует сплата, либо по регистрации. Вот это, да, после URL. Но как указатель месторасположения электронного ресурса приводится URL. Так же, как и в описаниях, мы теперь пишем не режим доступа, мы пишем URL. Через тире при описании ресурса указываем. Да, да, Ольга Веселова. Если это в подвале, да, по текущий год, видимо, дата обновления. Посмотрите, если другой даты обновления нет, то тогда указываем вот так. Можете указать прямо вот эти обе даты. Там, где дата обновления или пересмотра, мы ее найти по ресурсу не можем, а нашли только вот эти две даты в подвале сайта. Например, он указатель в 2019, там, в 2020. Тогда их прямо вот по генации такой можно будет и указать. Это в гости допускается. И немножко по примерам. Презентация из электронного журнала. Здесь мы приводим вот такой у нас пример. Например, он у нас уже был несколько раз, такой традиционный пример, ничего еще нам послушать. Автор, заглавие. Дальше у нас идет через двоетучие. Обратите внимание, после слова «pipe frame» у нас двоетучие не отделяется знаком пробела. Это так написано в заглавии. Это грамматический знак. А вот после слов «сша» все, на этом заглавие закончилось, название статьи закончилось, презентация. Мы отделяем пробелами двоетучие. Вот это уже пошли сведения, относящиеся к заглавию. И в квадратных скобках мы их сами выискали в этой презентации. Мы их и указываем, что это такое. А то, что это презентация, а то, что это материалы. Это презентация из выступления на научно-практической конференции, вот состоявшейся тогда-то. Закрываем квадратную скобку. На этом наши сведения, относящиеся к заглавию, закончились. И потом через пробел мы в квадратных скобках указываем, что это электронный ресурс, обозначение материала. А потом у нас уже пошло через двоетучие электроны. Эта часть опубликована была в электронном журнале, поэтому мы указываем название. И через двоетучие добавляем, что это электронный журнал. Сведения, относящиеся уже к заглавию идентифицирующего документа. До двух точек мы описали саму презентацию, ой, до двух косых черточек. После косых двух черточек мы пишем уже про само издание, про сам журнал. И дальше вот у нас адрес URL. Указываем как из адресной строки. И дата обращения. Вот ровно вот так и записываем. Точно так же мы делаем и первичную ссылку на электронный ресурс, если мы говорим о подстрочных ссылках. Вот это полные сведения, которые нам помогают идентифицировать документы. Для тех, кто у нас пользуется еще старым ГОСТом 2003 для библиографических описаний. Обратите внимание, что у вас, ну это страна СНГ, если у нас здесь есть участники, обратите внимание, что у вас URL только в ссылке будет, а в библиографическом описании у вас останется, как и было, режим доступа. Там ничего не поменялось. А вот то же самое описание, но теперь у нас добавились, видите, системные требования PowerPoint. То есть в первом случае мы могли просто открыть посылки, увидеть эту презентацию, там, слайд SharePoint, полистать и все, онлайн показ. В данном случае мы указываем вот это требование, потому что открыть эту презентацию мы переходим по ссылке, там значок стоит PowerPoint, мы на нее нажимаем, она куда-то у нас закачивается на компьютер, и только так мы ее можем открыть. То есть нам понадобится программа PowerPoint. Если она у нас не установлена, мы презентацию посмотреть не сможем. Про DOI. А вот теперь переходим к самому интересному. Камень преткновения, куда писать DOI. До двух косых черточек, после косых черточек, и как его вообще писать. Вот один из вариантов, который в ГОСТе 2008 на этот счет не было сказано ничего, поэтому нам приходилось логически домысливать и дописывать, составлять, потому что нам вот ничего ГОСТ на эту тему не говорил. Он в 2008 году, а DOI появилось у нас гораздо позже. И, естественно, его просто в ГОСТе быть и не могло, но скоро оно у нас появится. И вот такой вариант записи у нас был. Когда мы писали DOI после электронного ресурса перед двумя косыми чертями, потому что он относится к статье. Ну, в принципе, логично. Это DOI, относящийся к составной части ресурса, и мы указывали его до двух косых черточек. Второй вариант, когда его указывали перед URL. Тоже как вариант. Либо в конце. Так вот, теперь. Было ли это ошибкой, трудно сказать. Как пропишем в методичке. Ну, по логике, в принципе, вот это вот было более-менее понятно. Да, статья и тут же DOI на нее. Но по правилам, наверное, скорее всего, в конце, там, где пишется, это же все-таки идентифицирующий номер, приближен к номеру международного стандарта, СБН или ССН, они пишутся в конце. Ну, поэтому вот и DOI, может быть, тоже в конце логично было бы писать. ГОС-2003 по библиографическому описанию отменили. О, Ольга, посмотрите наши предыдущие вебинары, там мы много про это разбирали, особенно в начале года. На территории Российской Федерации для страны СНГ он остается действующим. Он международный стандарт. ГОС-2018 национальный стандарт. Почему стоят точки после России и DOI? А потому что после DOI это вот так вот оно было написано. Если DOI указан без точки, тогда мы его не указываем. Двоеточьим, так как он предлагается самой системой. Возможно, возможно. Значит, про DOI. Значит, коллеги, скоро нас ожидает... Вот я вам привожу такой маленький пример, где по месторасположению DOI писаться они могут по-разному. По поводу DOI скоро мы перестанем ломать копья. Он переместится в конец ссылки. Мы говорим сейчас про ссылки. И теперь у меня вопрос к вам. Проект ГОСТа 2021 кто-нибудь видел? Поставьте плюсики в чат. Если первый раз слышим, тогда нажмите огонек, что не в курсе, не знаем. Прямо на огонек нажимайте. Если не в курсе, не знаем, вообще первый раз услышали. Ух ты! Здорово! Так вот. Заинтриговав в самом начале, сообщаю радостную весть. И сейчас, до 1 марта, идет обсуждение нового проекта ГОСТа, обе касающихся библиографических ссылок на электронные издания, сетевого распространения в сети интернет. Называется он чуть посложнее, я вам его сейчас точно воспроизведу. Просто называем проект ГОСТа 2021. Он пока еще не принят. Это пока еще проект. Идет его публичное обсуждение. В конце я вам дам ссылку. Зайдите, посмотрите. Зарегистрировавшись, там можно принять участие в обсуждении. Ну так, чтобы это потом для нас не было, неожиданно свалилось. Вот они там чего-то опять приняли. Есть возможность задать вопросы разработчикам, уточнения и постараться свои предложения внести вот в этом проекте нового ГОСТа. Поэтому сегодня я немножечко, там где написано проект ГОСТ 2001, я вам привожу примеры. Скорее всего, вот так оно потом и будет. По поводу ДОИ появилось, наконец-то, пункты про цифровой идентификатор объекта для электронных документов. Он приводится с аббревиатурой ДОИ. Может содержать как идентификатор электронного документа в целом, например, на книгу или на весь сборник может быть ДОИ. А может быть идентификатор его составной части, то есть на электронную статью. Ну вот то, с чем мы чаще всего имеем дело. Также принят в этом пункте будет указано про номер государственной регистрации. Но это важно для тех, кто составляет ссылки, многопатентные документации, нормативные, авторские права. Вот тоже это будет в новом ГОСТе планируется. И пункт, прямо себе на заметку возьмите, в новом ГОСТе, пока это предположительно, пункт 982, написано, что идентификатор ДОИ приводит после сведений URL и даты обращения к цитируемому источнику. То есть в самом конце. Вот этот пример я вам привела с учетом нового проекта ГОСТа. Скорее всего, будет так ставить в самом конце. Хотя в самих примерах, в самом ГОСТе место идентификатора иногда перемещается, так сейчас попробую нажать, вот сюда, перед URL. Ну то есть вопрос еще обсуждается. Но для себя берем на заметку. Либо сюда будем вставлять, либо в самый конец. Поэтому если мы пока будем ставить сюда или сюда, то, наверное, большой беды не будет. Потому что пока еще не утверждено. Но это должно быть единообразно. И в том и в другом случае мы логично можем обосновать. Но пока еще это не проект. Это еще не закон. Поэтому мы можем выбрать любую логику. Например, вот здесь после страниц перед URL поставить DOI вполне даже возможно. Ну, по правилам библиографического описания. В общем, там ему самое и место. Ну и логично можно обосновать. В новом ГОСТе будут запяты после фамилии. Вроде бы не было. А вот пробел между инициалами мелькал. Почему я говорю, что... И, скорее всего, они перейдут больше, ориентируются на формат библиографических описаний 2018 года. И ссылка на сборник целиком с DOI. Вот тот же самый пример, о котором я вам говорила. После страниц приводится DOI. Значит, почему не перед самим URL? Смотрите. Вот это у нас идет описание сборника. Вернее, ссылка на сборник. Заглавие. Сведения, относящиеся к заглавию. Дальше за косой чертой пишется, кто подготовил. Кстати, в ссылках в учебных студенческих работах вот это мы можем опускать. Мы можем просто под научные, под редакции кого указывать. А иногда вообще вот это вот, что за косой чертой, иногда просто опускается. Есть место издания, и не он, 2000, да? Выпуск, номер, страницы. И вот сюда размещается DOI в конце. Потом у нас идут две косые черты. А дальше пошла информация о самом электронном ресурсе. Где мы это посмотрели? Мы описываем не статью сборника, мы описываем весь сборник целиком. И вот то, что за двумя косыми чертами показывает, на каком сайте находится этот сборник. Где его можно открыть, почитать. Поэтому DOI относится к сборнику и его ставят вот сюда. Этот пример вот прямо из нового ГОСТа. Возможно, потом они передумают и все-таки поставят его в самый конец. Но все-таки по логике должно быть в самом конце. Да, а здесь его нету. Светлана, они по-разному. Да, СН и СБН. Для них есть определенное место, они указываются в конце. Вот туда же и перемещаются у нас DOI. И в новом ГОСТе вот это будет уже закрепляться более конкретно, наверное. Подстрочная ссылка. Целиком на сайт, на ресурс сетевого распространения. Еще один пример. Здесь мы просто приводим название сайта. Указываем, что это официальный сайт. Опять же, почему без всяких квадратных скобок? А потому что так указано на титульной странице сайта. Поэтому без квадратных скобок это написано. И дальше URL, дата обращения. Вот самый простой, наверное, вариант электронной ссылки. Затекстовая. На статью из электронного журнала. Это уже ссылка на составную часть ресурса. В тексте мы указываем выноску, отсылку 12. И в выноске мы выносим ссылку за пределы текста. И вот у нас пойдет авторы, заглавие, указываем, что это электронный ресурс. И вот то, что мы с вами смотрели. Том 6. Выпуск 1. Страниц нет, потому что они не нумерованы. Даже если это может быть посмотреть здесь в формате PDF. Но это электронный журнал. У него нет печатной версии. Адрес, дата обращения. В ресурсной строке... Что есть ресурсная строка? В конце. В адресной строке, Ирина, в адресной строке не указываем. Он указывается до. Вот здесь после выпуска, перед URL указывается до. Либо в самом конце. Но если уж мы начинаем в самом конце указывать до, то во всех источниках, где он есть, мы его указываем только в конце. Принцип единообразия. И немножко про электронный адрес. Как найти информацию для идентификации ресурса и его составной части. Вот на примере статьи из электронного журнала. Например, у нас есть вот эта вот статья. Да, вот мы, наверное, ее же и возьмем. Ну, самый простой способ, например, мы ее нашли в e-library. Вот она есть. Вот она, страница этой статьи. И обратите внимание, мы можем ее прочитать. Она в открытом доступе, зеленый значок. Вот отсюда мы можем загрузить полный текст в PDF и прочитать эту статью, познакомиться с текстом. Вот мы нашли в рейнце, в e-library, вот такую вот статью. Вот мы ее загружаем. Вот что у нас. Открывается вкладочка, открывается текст статьи. Никакой нумерации нет. Просто файл красиво так оформленный. И мы радостно берем из адресной строки вот этот адрес и вставляем его. Можно сделать так. Можно сделать так. Но обратите внимание, это у нас тогда будет статья. Мы указываем источник RINZ. Мы указываем RINZ-овский источник. Может такой вариант. Но лучше всего указывать, не полениться, посмотреть вообще само издание. Выйти на карточку журнала. Обратите внимание, способ распространения только в электронном виде. Печатной версии у этого журнала нет. Кстати, можно перепроверить, куда делись страницы. И если к вам начинают говорить, а вот ты не указал страницы в издании, ты обязан, это же статья из журнала. Вы открываете карточку и говорите, а он существует только в электронном виде. Там нет нумерации журнала и по ГОСТу мы можем в ссылках этого не указывать. Переходим на сайт. И здесь же с этой карточки журнала можно перейти на сайт. На сайт самого журнала. В архиве номеров мы находим эту статью среди других статей. Открываем ее. Это, во-первых, хорошая проверка, что такая статья существует. Добраться до первого источника. И вот здесь мы можем посмотреть ее PDF-версию. Вот так вот она у нас выглядит. И вот адрес немножечко уже совсем другой. Во-первых, он покороче. Во-вторых, это прямая ссылка на ту статью в архиве номеров на сайте самого издания. И посмотрите еще вот такой вот момент. Когда мы перешли на сайт издания, видите, почему я рекомендую это делать. Быстро зашли, посмотрели, проверили. Указание, как цитировать. Само издание просит цитировать статью вот именно вот так и указывать. Извлечено из. Да, можно и так писать. Извлечено из в ссылке. Он просит указывать вот этот адрес. Ну, поэтому можно взять его отсюда. Не с e-library, а отсюда. Вот один еще вариант, как можно указывать, чтобы у вас все адреса всех электронных ресурсов, если много цитируете статей и берете их из одной базы данных, например, из e-library или откуда-то еще, чтобы это не было вот везде. e-library, e-library, e-library. Один, один и тот же адрес. Получается, вы одним и тем же ресурсом пользуетесь. А так вы можете разнообразить. Вы смотрели разные источники. Да, да. Здесь мы смотрим только вот здесь. Вот здесь. Это они указывают как, но без учета. Здесь немножко по другой. На самом сайте журнала они немножко ориентируются на другой стиль. Описание здесь, скорее всего, международный стиль. Один из международных стилей. Как они просят цитировать вашу статью. Поэтому мы указываем по нашим правилам, по нашему ГОСТу. Но адрес электронный мы берем, можно взять отсюда. Но опять же смотрите, чтобы у вас все... Это я вам показываю два варианта. И тот, и другой возможны. Просто я вам показываю два варианта, например, как можно разнообразить свой список адресами. И тогда у нас затекстовая на статью из электронного журнала будет выглядеть вот так. Ну, немножечко уже по-другому. Ну, и ссылка немножко покороче. Кстати, по поводу адресов. Не обрезайте адреса простым откусыванием хвостиков. Да, так вот взяли, говорят, ну, сократить до первого доменного имени. А мы вот так вот раз взяли и просто удалили. Ни в коем случае этого не делайте. У вас будут некорректные ссылки. Через функцию Word устанавливаем гиперссылку. Поставляем первый доменное имя. И на нее уже с помощью редактирования устанавливаем гиперссылку на конкретное место, где находится эта книга, эта статья. Это вот в РПД, в рабочих программах дисциплины иногда просят преподавателей сократить ссылки. Сделайте это, пожалуйста, грамотно. Про сокращенные ссылки на ресурс сетевого распространения. Что допускается, на что обращать внимание. Первичная ссылка. Приводим все данные полностью. Максимальное количество информации для того, чтобы можно было идентифицировать ресурс. Первичная ссылка может быть и в сокращенном виде. Вот так. Иногда сокращают вообще все ссылки на электронные ресурсы. А вот так вот. Или один раз написали полностью, а потом все последующие повторные ссылки. Вот так вот. Неправильно. Коллеги, это не так. Первичную ссылку можно сокращать. На прошлом вебинаре мы тоже про это говорили. И неэлектронные ресурсы тоже можно сокращать. Здесь, впрочем, оставляем один адрес URL. В том случае... Да, еще дату обращения... Ну, здесь мы ее указали в первичной ссылке, поэтому можем опустить. При условии, что здесь указано. При условии, если необходимые для идентификации данные, приведены в тексте. То есть, если мы в тексте написали, как данные точки зрения придерживались такие авторы, как Паринов, Липунов, Пузырев, в своей статье «Система социанет» как платформы для разработки научных... Опубликованные в журнале «Электронные библиотеки» за 2003 год, в том, шестой выпуск, первый. Вот это все мы можем опустить. Либо мы просто приводим автора заглавия. Ну, хорошо еще привести заглавие, например, ресурс, где была опубликована эта статья. Вот тогда все остальное мы можем опустить, но в списке источников мы обязательно укажем то, чего мы здесь в ссылке не указали. Мы говорим про ссылку. Тогда в тексте мы пишем авторов, название статьи, где это было опубликовано. И вот здесь тогда в подстрочной ссылке мы можем убрать. Онлайн-сервисом... Ольга Бурова, очень осторожно. Короткий урл для всех. Значит, смотрите, когда вы сокращаете ссылки, коллеги, сокращайте, старайтесь не пользоваться сторонними сервисами по сокращателям ссылок. Смотрите, что они оставляют. Они вам могут выдавать какие-то кракозябли, очень короткие, но они у вас будут периодически сбиваться. Они могут сбиваться. Во-первых. Во-вторых, нам важно вот это первое доменное имя. Елби. Либо вот... Вот первое доменное имя. Елайбрери. Это электронная библиотека. Все знают Елайбрери. Там Скопус. Все знают Скопус. У вас будет какая-то кракозябля. Непонятно, что это за ресурс. Потом, насколько корректно он и насколько долго он эту ссылку будет держать. Вы ее потом приведите, она окажется битая. А как вы потом найдете тот ресурс, который вам нужен? По доменному имени все-таки... Ну и для научных публикаций все-таки пользуйтесь сокращением ссылок через Word. Вот эту вот ссылку просто через функцию Word мы туда добавляем. Если это интересно, вы мне потом напишите. Я вам... Вот такой скринкастик, по-моему, у меня даже где-то был, я вам выложу. И в конце я скажу, чего, куда написать, какие у нас вопросы возникают. И вот мы и сократили. Все данные мы привели в тексте и сократили нашу ссылку вот до фактически одного адреса. Повторная ссылка на ресурс сетевого распространения. Когда начинают просто сокращать ее до одного адреса, это неправильно. Не адрес мы приводим. Повторная ссылка оформляется ровно так же, как мы делали в прошлый раз, смотрели на вебинаре оформление повторных ссылок. Заголовок, заглавие. Можем пропускать данные троеточия, ставить отделенно пробелами с двух сторон. И там мы писали страницу. Если мы брали статус конкретной страницы. Либо вот так мы можем указать. Заголовок авторы. Указанное сочинение. Указанное имеется в виду то, что было в первичной ссылке. Но если у нас этих авторов несколько сочинений, вот ровно в этом составе, и несколько их статей разных мы цитируем, тогда мы вместо указа СОЧ пишем краткое заглавие. Можно сокращать. Например, система социанет, как платформа, три точки. Этого достаточно. Вот так указан. Какому мы источнику-то апеллируем. Кого мы повторяем. Не вот это, не URL. Дальше. Самое интересное. Поэтому вот это вот посмотрите. Повторные ссылки, они делаются ровно так же и на электронный источник, как мы на прошлом вебинаре с вами смотрели. Помните, повторные на последовательные ссылки, повторные непоследовательные ссылки. Когда мы пишем указанное сочинение, когда мы можем написать вместо вот этого всего просто там же. Кстати, с презентациями очень хорошо по новому ГОСТу номера слайдов указывать. И тогда к презентации, если мы ссылаемся на разные слайды, мы можем уже ссылаться на разные слайды. Мы указываем просто слайд такой-то, слайд такой-то. Правда, как они будут со страницами разбираться, пока еще не знаю. У нас же есть обозначение S страница, а там как на слайде слайд слайд. Ну, тоже один из вопросов, которые еще будем разбирать, я так чувствую. Ссылка на книгу из ЭБС. Тоже было много вопросов. Как слайд на книги из ЭБС? Первичная ссылка. Описание под заглавием. Вот заглавие у нас ровно вот так написано, поэтому мы кавычки здесь оставляем. Это авторское видение заглавия. Подготовка педагогов. Тоже двоеточие не отделяем здесь пробелом, потому что это одно заглавие названия, вот такое большое название книги. За косой чертой мы указываем составитель научный редактор. Редакторов рекомендую указывать, есть ли книга без автора, большой коллектив авторов. Все-таки указывайте, потому что редакции могут быть разные. Книг, ну, здесь, может быть, не так часто будет встречаться аналогичное название, но есть ли особенно книги с такими типичными названиями, там, физика, учебник химии, там, популярная механика, то лучше указывать под редакцию кого-то, потому что издания могут быть разные, книги могут быть разные, если мы этого не укажем, то сложнее будет ориентироваться. Галактионова, Москва, Русская школьная библиотечная ассоциация, год, месяц, режим доступа, вот, режим доступа по подписке, то есть мы получаем доступ к этому источнику исключительно и только будучи подписчиками, там, электронной библиотечной системы, откуда мы эту книгу получили. Дальше электронный адрес на ссылку на эту книгу и вот сокращая ссылки с помощью Word мы можем сократить вот до biblioclub.ru оставляется, все остальное у нас уйдет в ссылку, но тогда, если мы просто откусим вот этот кусок ссылки, мы переходим на главную страницу сайта, а если мы правильно ее оформим в Word, то нажимая на ссылку мы попадем на страничку самой книги. Дата обращения, и вот он, смотрите, и СБН. Вот, скорее всего, все-таки в новом гости ДОИ займет свое место вот здесь же, в самом конце будет ставиться. Почему здесь с точкой? А потому что ссылка закончилась, так же, как библиографическое описание и ссылки у нас заканчиваются точкой, вот поэтому мы ее еще и ставим. Повторная ссылка, мы можем оформить ее вот так. Чтение, подготовка педагогов, и смотрите, мы все остальное заменили тремя точками и ставим просто ссылку 24. Наталья Тишина, а вот для того, чтобы заметили, куда мы ее должны вставить? Электронный ресурс, ссылки, если мы ее указываем, подсказываю, вот сюда. И обратите внимание, вот я вам специально сюда не вставляю в некоторых, особенно в ссылках на книгу из ЭБС, не вставляю вот это обозначение электронный ресурс. Наталья Тишина заметила, хотела вам задание дать. Ну ладно. В самих описаниях, в ссылках в тех, чаще всего приводится вот библиографические описания, еще заметьте у нас здесь, смотрите, что осталось, да, точка тирея. Вот это тот случай, когда, а ее быть у нас здесь не должно, вот этого тирея, у нас должна быть только одна точка. Вот это тот случай, когда мы берем описание из уже приведенных на страницах электронных библиотечных систем, и вставляем в себе. Нужно добавить и просмотреть, чтобы убрать все точки тирея, вернее, точки оставить, тирея поубирать. Вот еще один пример ссылки на книгу из ЭБС. Первичная. Автор, заглавие, Москва. Все данные мы приводим ровно так, как приводим для печатных изданий, и потом через двоеточие мы просто пишем, где мы эту книгу взяли. Повторная мы можем указать просто сколов указанное сочинение. Все данные есть, как для первичной, так и как для подстрочной, так и для затекстовой ссылки. Мы повторную ссылку можем указывать ровно вот так. Ну, затекстовых проще. Там один раз мы ее, как правило, пишем, а вот для подстрочных, да, вот так вот можно указать. Но в первичной мы все приводим. Здесь обратите внимание, СБН у нас стоит где? До двух косых черточек. Зачем ссылки указать СБН книги печатные? О, элементарно. Для поиска, Дмитрий. Да, для правильной идентификации и для поиска. Номер СБН, он такой же уникальный для каждой книги. Даже для многотомников есть номер СБН для всего многотомника, а есть на каждый том свой номер СБН. В зависимости от того, что мы ищем, мы точно по этому номеру можем найти нужный нам ресурс. Нужную книгу. Это ссылка на книгу из ЭБС. Смотрите. Почему именно печатная? А потому что эта книга имеет печатную версию, которая еще представлена и в электронной библиотечной системе. Книгу можно взять в обычной библиотеке с полки и почитать, а можно открыть ЭБС Лайн Юрайт Библиоклаб, университетская библиотека онлайн, и почитать ее там. Но у нее есть печатная версия, поэтому СБН приводится. И в электронном виде мы можем по этому номеру найти именно ту книгу, именно то издание, которое нам необходимо. О, понятно, про СБН тоже надо будет показать. Находится. Находится. Да, Светлана, совершенно верно. Не нужно. Убираем. Убираем точку перед двумя слышами, точку не ставим, конечно. Вот чем еще хорошо нужен взгляд со стороны, когда составляем библиографические описания или делаем ссылки. Вот здесь у нас вот это вот нужно, это нам не нужно. Здесь у нас была информация, мы ее убрали. Значит, вот это вот две точки нам не нужны. Нам нужна только косая черта. Вот учебник для вузов мы отсюда, например, убрали. Ну, вот оно сразу же и всплывает. Иногда вот эти мелкие детали мы сами можем упустить, хотя казалось бы, что сделали все правильно. Да, и только потом можно увидеть. Поэтому, когда делаете оформление, перепроверяйте. Еще хорошо бы, чтобы кто-то посмотрел список или ссылки, которые вы сами сделали. Товарищи по несчастью хотя бы. Значит, про ссылки на книгу из ЭБС. Если ЭБС корректный, то найдете совершенно верно. Есть разные подходы к описанию книг из ЭБС. Вот два варианта мы рассмотрели, вот их вам на один слайд сюда вношу. Здесь, смотрите, у нас двух косых черточек нет. Мы здесь только указываем, даем описание и ссылку, соответственно, мы оформляем как на печатный источник, но это же печатный источник, вот количество страниц. Иллюстрации, кстати, вот это мы можем опустить. Серия, сериальное издание можно оставить в первичной ссылке, потом мы это опускаем. Серия, выпуск. Можно опустить в ссылки, но оставить это при оформлении списка источников, обязательно туда добавляем. У нас будет режим доступа по подписке. Можно сюда еще добавить режим доступа по подписке из ЭБС университетской библиотеки онлайн. И дальше идет, то есть откуда мы, в какой библиотеке-то мы нашли эту книгу. Дальше идет URL, дата обращения. Вот это мы тоже сможем опустить. Из БН оставляем, это обязательный элемент. И текст электронный мы можем опустить. Тогда у нас ссылка будет намного короче. Я вам просто показываю про ссылки и описание. И второй вариант, другая ЭБС, где у нас сначала дают сведения на книгу, как на печатный источник, из БН, а потом, указано, что текст электронный, а потом ставятся две косые черты, и пошло ЭБС такая-то, и дается адрес, где это хранится. Отсутствие пробелов, повторные ссылки, в словах указанное сочинение. Да, вот двоеточие здесь нам не нужно. Про... Да, пробел нужен, Ольга. Пробел нужен будет. И смотрите, какая штука у нас здесь с вами получается. У нас получается, что вот здесь у нас нет двух косых черточек, а вот здесь они у нас есть. В чем разница? Это два разных подхода. В разных ЭБС вы можете сталкиваться и с тем, и с другим. Просто имейте в виду, и тот, и другой, правильный, может быть, да, есть своя логика, по крайней мере. Но вот во втором случае у нас книга рассматривается как составная часть сайта. Электронная библиотечная система рассматривается как сайт, и книга рассматривается как неотъемлемая часть этого сайта, как составная часть, составной ресурс. И описание делается на нее, как на составную часть ресурса. Первый вариант. Здесь мы в библиотеку указываем это просто в режиме доступа, что по подписке или ограничение доступности доступно только из электронной библиотечной системы Библиоклад. Доступно оттуда. Чтобы прочитать эту книгу, здесь нужно иметь подписку на электронную библиотечную систему. Первый вариант рассматривает книгу как самостоятельный цельный ресурс, поэтому и описание дает на нее, и ссылку потом на нее будем составлять как нацельный ресурс. И просто указываем, что она находится вот в этой ЭБС. Здесь же эта книга рассматривается как составная часть, как глава, как параграф книги. Вот эта составная часть. А здесь целая книга получается частью сайта. Ну, один из подходов, который некоторые ЭБС тоже применяют. Ну, насколько это так, кстати, в новом ГОСТе 2021 вариант описания книги из ЭБС все-таки приближен вот к этому варианту. К первому варианту он более точный. На целую книгу дается вот по, скорее вот, по этой схеме. Она будет более близкой. Не рассматриваются книги как составная часть сайта. Поэтому, если приводится так, ну, так мы даем, но не совсем это, наверное, правильно. Про неопубликованные документы. Ну, один вариант мы с вами рассмотрели. Доступ из консультанта плюс. Устав, например, вот то же самое. Есть какой-то устав, есть какой-то документ внутренний. Мы указываем в разделе доступа путь, по которому мы этот документ можем найти. Режим доступа. Вот сайт наш. Официальный документ. Мы можем указать, если есть онлайн доступ к этому документу. И дальше, как мы ищем его на сайте. Если он будет закрыт, тогда URL у нас здесь не будет. Но мы можем указать режим доступа. В ограничении доступа написать документ опубликован. Вот этот был опубликован на сайте. Вот этот не опубликован вообще. И доступ только отсюда. Здесь мы можем написать доступ из внутренней локальной сети. МБУ без городного Кузнецка. И в режиме доступа мы можем указать путь. Как мы его ищем. Какой раздел открываем. Подразделы и где там документ он находится. То есть вот два варианта. Либо он выложен на сайте. Тогда мы здесь можем указать путь. Как его найти. На составную часть электронного ресурса. Тоже пример ссылок. На раздел сайта. И на часть электронного ресурса. Вот какие-то доклады у нас здесь собрана. Часть веб-сайта. Видеодокументы сетевого распространения с Ютьюба. Тоже на полные документы, на полные записи. Вот здесь у нас фильм целиком. Вот здесь у нас записи вебинара. Целиком мы можем в сведения, относящиеся к заглавию, так же как фильм, сюда добавить, например, вебинар. Можем этого не делать. Указываем через две косые черты какой-то официальный аккаунт на Ютьюб. Как он называется? Ну вот название канала. Библиоклаб университетской библиотеки онлайн. Ну и здесь вот 10 каналов. Обязательный URL, дата обращения. И откуда берутся данные. Вот когда открываете видеозапись, например, вебинары, видеолекции, то, что мы берем, например, с Ютьюба, Эдит и Мил. Вот все данные у нас здесь, в принципе, и есть. Название автора ищем, если здесь не указано. В описаниях смотрим, там может быть указано автор, ведущий. Название канала. У нас уже есть информация. И что это такое. Вот здесь указан вебинар, поэтому сведения, относящиеся к заглаве, мы это можем туда вписать. И обратите внимание, вот это вот нам тоже скоро очень понадобится. В связи с введением нового ГОСТа. Продолжительность на время. Обратите внимание. Еще когда нам это время может пригодиться. Вот с учетом новых требований проекта ГОСТ, как может выглядеть описание целиком на вебинар. Обратите внимание, то, что зеленым выделено. Время воспроизведения всего ролика целиком. Всей записи целиком. Час, десять, сорок три. Например. Были вопросы у нас, как делать описание на фрагмент. А вот если я кусочек из какого-то фильма, либо из вебинара, вот на него ссылаюсь, как мне его указать. Здесь, опять же, в проекте ГОСТ-2001 введена очень такая хорошая вещь. Первую часть мы указываем, как обычно. Автор, заглавие, откуда название аккаунта или канала, откуда мы это взяли. И дальше идет время воспроизведения. И вот здесь мы указываем по генациям. Например, 10, 43, 11, 14. И вот мы можем установить 10, 43 и до 11, 14 мы вот этот фрагмент отсмотрели. И дальше через пробелы, URL, адрес и дата обращения. Вот это вот тоже мы указываем. Про правовые системы. Правовые системы, мы уже с вами говорили, если это авторский материал, также автор заглавия. Здесь указываем, это источник, который расположен в системе консультант плюс, он у нас есть, поэтому мы его указали, какой номер. Страницы не указываем, потому что они не нумерованы, нет их там, нет печатной версии. И режим доступа, справочная и пробовая система Гарант, консультант плюс. Рекомендации по оформлению ссылок на консультант плюс. Я вам вкратце их здесь перечислила, примеры привела, как это может выглядеть. Это рекомендации самого консультанта плюс. И вот здесь обратите внимание, гиперссылка стоит. Повторю, я вам все-таки презентацию выложу на диск, чтобы можно было скачать. Отсюда прямо можно перейти на страницу с рекомендациями самой справочной поисковой системы. Как они рекомендуют, что они рекомендуют указывать. Но не забываем и про ГОС-2018. То есть мы по тем правилам, но с учетом вот этих вот требований. И система Гарант. То же самое. Здесь есть ссылка, как переходить, перейдеть, как оформлять ссылки на материалы из этой системы. Ну вот они приводят на примере комплекта Гарант Максимум вся Россия. Вот как это приводится. ЭПС система Гарант. Если у нас нет вот этого комплекта, если у нас другой комплект, мы его название, естественно, сюда впишем. Если у нас его нет, то вот этого у нас не будет. У нас останется просто ЭПС, система Гарант. Касая черта. НПП. Гарант сервис университет. Версия. И вот оно, смотрите, указание, от какого числа версия. Версию смотрите. Это тоже как пример приводится. Какая версия. Версию нужно уже по самому источнику смотреть. И вот примеры первичной и повторной подстрочной ссылки. Если нужно привести ссылку на статью из этой... Да, да. Не на главный сайт. Вы приводите вот название, да, и откуда, из какой системы вы это взяли. Ну, вот таким вот образом вы это и указываете. Как идентифицирующий ресурс, откуда это было взято. А вот сюда, вот сюда, это, Дмитрий, не на главную ссылку, не на главную страницу консультанта Плюс. Это вот то, о чем я вам говорила, сокращенная ссылка на место нахождения самой статьи или самого документа. Вот на него мы из адресной строки берем, сюда потягиваем, но оставляем первое доменное имя. Вот это то, что мы с помощью Ворда и можем сократить, да, как сокращенную ссылку сделать. Вот, потому что она у вас там может быть на три строчки, вы представляете, вот это вы в ссылке поставите, вся работа. И по системе гаранта, да, примеры подстрочных ссылок есть, и вот я вам привожу примеры первичной и повторной затекстовой ссылки. Это взято с самих материалов, как они рекомендуют это делать. Ну, естественно, мы не забываем и про наш ВОЗ-2008 и про те требования, на которые вы будете опираться. Просто учитываем, стараемся учитывать по максимуму. У них основные требования не к первой части, а вот к тому, что пишется за двумя косыми чертами. Да, как это правильно указывать. Вот эти рекомендации у них на сайтах и гаранта, и консультанта Плюс есть, и ссылки на них я вам даю. Особенно, если вы составляете сами методические рекомендации, пожалуйста, вот на это обращайте внимание, чтобы учесть. Да, там все-таки юридический отдел, как-никак, просил это учитывать в гарантии. И короткая напоминалка, откуда брать информацию для области заглавия и сведения об ответственности про титульный экран. Как он выглядит, что это у нас не только... Это тот экран, который у нас при первой загрузке выводится, и он является титульным, и титульных экранов у нас может быть несколько. И вот сведения для области заглавия, то есть названия, да, и сведения об ответственности мы можем брать вот с этих титульных экранов. Это не только главная страница сайта, титульный экран, он может быть составной. Это несколько переходов, которые позволяют нам собрать всю необходимую информацию. Вот, например, отсюда мы можем взять и авторов статьи, и какие-то сведения об издании, да, и ССН. То есть часть информации мы собираем отсюда. А часть информации мы можем, перейдя на страницу статьи, собрать и вот отсюда, да, и если есть страницы, здесь они не указаны, да, если это полностью электронный журнал, если это печатная версия имеется, то здесь будут еще указаны страницы, тогда мы эту информацию тоже с вами отсюда можем взять. Но это у нас уже было на вебинарах, просто в конце так не забывайте про титульные экраны. Ну вот, коллеги, мы сегодня и добрались до завершения нашей встречи про электронные ресурсы, разобрали не все. У нас будет еще один вебинар по мультимедийным ресурсам, где мы более подробно уже рассмотрим то, чего пока еще нет в ГОСТах, но то, что планируем.